Христос воскресе Как будто бы вообще не о вере и как будто бы не о каких-то догматах, не о каких-то праздниках. И в общем-то как будто бы и миссионерство и просвещение в нашем разговоре толком не было. Мы начали говорить о Пасхе 2020 года вот в контексте той ситуации, в которой мы находимся. Карантин, ужас пандемии, болезнь, лечение, выздоровление, смерть и вот это все на фоне чего произошла Пасха 2020 года. Мы сказали, что это в принципе историческое событие. Это история нашего поколения и об этом скорее всего мы будем рассказывать нашим детям, что вот как-то мы однажды в далеком 2020-м пережили такую Пасху. И мы говорим не о том, как правильно поступить, сидеть ли дома, не сидеть ли дома. Здесь безусловно свобода каждому принять решение остается за каждым и так далее. Вопрос в другом. Как культурологически, как антропологически, как богословски мы осмысляем сейчас привычные для нашей культуры, для нашей духовной жизни вещи? Как мы осмысляем причастие, как мы осмысляем совместное общественное богослужение, как мы осмысляем церковь, как мы осмысляем пространство храма и так далее, так далее. Карантин все это поставил под определенные вопросы, определенные вопросы задал нам. Ну а мы пытаемся искать ответы. Ищем с клириком Петропавловского собора, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Вот сегодняшний наш диалог, разговор. Мне бы хотелось, в прошлый вторник мы анонсировали, что мы поговорим о единстве церкви. Но знаете, вот пока сейчас вот эту преамбулу говорил к нашему разговору, возникла вдруг мысль задать такой вопрос. Как вам, а для наших телезрителей еще раз поясним, что мы не наделенные властью, это абсолютно разговор двух идиотов, ну в том смысле, да, греческая идиос, свояк, да, то есть имеющий свое частное мнение по какому-то частному вопросу. Это вот два человека, которые просто совершали в этом году такую уникальную Пасху, такую уникальную службу служили. Поэтому еще раз повторюсь, здесь разговоры двух частных мнений, ничего мы не навязываем, но просто приглашаем к этому диалогу наших зрителей. Вот еще раз, мне бы хотелось частное мнение отца Николаева услышать, как ему кажется, а в чем отрицательность явления карантина, вот. То есть, что может войти сейчас в ткань христианской жизни, что нам, может быть, придется впоследствии преодолевать, переступать, как-то иждевать, перевоспитывать, может быть, в чем-то современных христиан. Вот. Чтобы быть более понятным, проиллюстрирую. Я нашим прихожанам во время проповеди сказал, да, сейчас вынужденные меры. Мы протираем лжицы спиртовым этим раствором, мы проводим дезинфекцию, мы расчертили храмы на зоны, чтобы была социальная эта дистанция и так далее, и так далее. И все это вынужденная мера, но как только мы забудем про то, что это вынужденная мера, очень легко в ткань нашей жизни может войти брезгливость. Когда карантин закончится, болезнь уйдет, вирус будет побежден, обрезговать друг друга мы не перестанем. И когда мы будем держать друг друга на вытянутой руке, когда мы будем бояться войти в храм, потому что это будет место общественного скопления, и каждый человек будет восприниматься как случайное собрание, набор вирусов, бактерий и так далее. Вот как вам кажется, что еще возможно? Да, это вполне возможно, но я думаю, что это будет только в той мере, в которой церковь для человека посторонние люди. Все-таки карантин показал, что есть люди, для которых церковь – это их семья. А мы не можем предположить такой ситуации, чтобы мы стали брезговать своей семьей. Я думаю, если у кого-то из нас, не дай бог, заболеет близкий родственник, то мы будем с ним в этой болезни. Я думаю, так. Но это я просто свое видение. Мое видение церкви, оно такое же. То есть те люди… Есть уже много людей, которые бы хотели верить, но они и до этого брезговали. Потому что мы сейчас столкнулись с очень сложной проблемой. Я пришел в начале нулевых в церковь и в какой-то степени тоже преодолевал понимание того, что мы причащаемся из одной чаши одной ложечкой. Но я человек по природе небрезгливый. Мне это было сделать нетрудно. Но я знаю много людей, которые читают Писание и в принципе-то в Бога верят, но никак не могут вот этот порог брезгливости свой переступить. Им тяжело. Я их тоже понимаю. Потому что так человек устроен. Он где-то может переступить через себя, где-то никак не получается. И вот пандемия этого коронавируса, она поставила перед нами вопрос. Потому что этот вопрос задавался мне и как алтарнику, и как священнику на протяжении уже более 10 лет неоднократно. Батюшка, а как вот причащаться-то, если вот так вот это, что все это нестерильно? И всегда был готовый ответ. И я не знаю священника, который бы по-другому проповедовал. Проповедь была одна у церкви. Невозможно заразиться через чашу. Чаша — это огонь божества. И здесь мы видим, появляется совсем другое богословие. Я не говорю, что оно хуже, оно прям диаметрально противоположное. И нам говорят, что можно, есть какой-то процент. Вот вероятность этого есть. Но мне кажется, что мы понимали где-то подсознательно и раньше, что вероятность есть. Просто для меня это акт любви. А когда ты целуешься с женой, ты не думаешь, чем ты можешь от нее заразиться. Ну, это просто мысль. Или с ребенком своим целуешься. Эта мысль не стоит у тебя в голове, ни разу не возникает. Потому что там нет места брезгливости. Я думаю, может быть, очистительное действие вот этого коронавируса будет заключено в том, что у чаши начнут собираться люди, для которых вот это не акт, это акт любви. Там нет места брезгливости. И, наверное, нас станет меньше. Все вам кажется, что когда все закончится... Да, брезгливость останется. Нет, я имею в виду состав церкви обновится. То есть, останется примерно то же количество. То есть, те, кто сейчас сидят на удаленке, они не вернутся. Нет, кто-то вернется. Кто-то вернется. Да, мы говорили в прошлой программе, что кто-то сидит не потому, что не, а потому что вот так попросил патриарх, и их как бы послушание, оно достойно уважения. У меня такого нет послушания. Я им завидую в чем-то. Вот. Но я говорю о том, что да, может быть, процент тех, кто брезгует, потому что проповедь того, что это не заражает, она потеряла свою силу. И мы не можем теперь вернуться, отмотать. Потому что два года назад она была стопроцентной, эту проповедь. Сейчас мы видим, что даже если это 50 на 50, это все равно уже не то. Ну, то есть, мы выбили... Значит, нет какого-то единства в самой церкви по отношению к этому. Я могу понять и тех батюшек, которые говорят по-старому, и тех батюшек, которые говорят с точки зрения, на самом деле, гигиены, вирусологии. Но, повторюсь, для меня это акт любви. И я не ищу в любимом человеке вот именно возможности потенциального заражения. Но и тогда мы к общине, и к церкви тогда. Просто для меня вот эта ситуация, она, знаете, в чем выражается? Что наша вера, она становится более взрослой и более осознанной. Что, может быть, мы себя утешали тем, что нельзя там заразиться, да? Может быть, нам было так проще жить, потому что каждый раз, на самом деле, священнику или диакону думают о том, что ты все это потребляешь, да? Сколько там у нас в храме бывало и 150, и 200 человек причащалось за одной литургией. То есть, и ты каждый раз будешь думать о том, чем они, эти люди, могли болеть или не болеть, это можно с ума сойти. Но наша вера станет более взрослой и осознанной. Когда, да, я целую любимого человека, я не думаю о том, что там, какой состав вирусов там и так далее. Но я принимаю и разделяю вместе с ним. И вот, может быть, это почувствуют те прихожане, которые с нами останутся. Потому что в этой ситуации мы уже не разделенная церковь. Что вот есть батюшки, которые, значит, более перевелегированы, как будто бы некое общество. А есть обычные прихожане, которые бедные, это с одной этой ложечки причащаются. Ведь понятно, что если священник потом, когда все с этой ложечки причстись, а он это все потребил, и эту ложечку вымыл, облизал ее и вытер насухо. Он-то в какой тогда ситуации? В более даже опасной, чем они. Потому что, как там это все происходит? И вот здесь, мне кажется, вот наша любовь должна стать более зрелой и зрячей. То есть, если до этой пандемии она была более слеповатой такой, мы наивно, как дети, надеялись, что это все как бы не касается мир, может быть, так оно и есть. Но когда нам говорят, что есть какой-то процент того, вероятностный даже, мы же не можем эту вероятность как-то... Ты, может, даже в храм пришел, просто потрогал там что-то, ручку какую-то, почесал глаз и через это заразился, а в итоге будет списано на то, что ты причастился и заразился. То есть, вероятность вычислить крайне сложно. Даже, вот я читал мнения экспертов, такие серьезные, почему-то вычисляют, сколько вирус на какой-то поверхности живет, но не вычисляют возможность заразиться. Потому что, может, он просто мертвый, там валяется на этом металле сутки. Для того, чтобы вычислить процент, ну, вероятность заражения, надо взять пробу с этого металла и попробовать развести в питательной среде, будет он размножаться или нет. Но этих никто не делает исследований. Исследуют почему-то, сколько он там висит на этой поверхности. А труп животного может полгода разлагаться. Но это не значит, что этот лев тебя съест. Он просто лежит уже на траве, как скелет. И вот поэтому вопросов много. Но что произошло? Нам просто сказали, что есть такая вероятность, да? И наша любовь, она должна быть более зрячей. Конечно, есть. Ну, если она есть, пусть она будет. Но для меня это ничего не меняет. Потому что я уже 10 лет в этой ситуации, когда, возможно, да, что-то может быть и это. Но я причащал больных и в туб-диспансере, и в открытой форме. И мне было страшновато, если честно. Но это было и прошло. Поэтому вот интересный вот этот момент, да. Он, с одной стороны, вроде бы отсеивает людей еще больше. С другой стороны, он должен сделать нашу веру зрячей. И, может быть, те люди, для которых, как бы, это... Ну, для которых все-таки это будет порог брезгливости слишком высок. Их задача просто нас не осуждать в этом. Потому что для нас это не беспечность. Как написал там один мэр Днепропетровска, по-моему, что там из одного жбана хлебают одной ложкой 300 человек. Это просто некультурно так высказываться. Потому что ты задеваешь. Это то же самое, что там сказать, да, там ты что же там прям с женой целуешься, да, там вот прям. Это некультурно, это нарушение. Потому что люди, для которых это далеко и неестественно, они должны понять, что это не наше пренебрежение и не наша средневековая дикость. Мы знаем, что существуют вирусы и бактерии. Но мы к этому относимся. Как к акту любви и как к трапезе семейной. Ты не будешь брезговать чаши общие со своим дедом или отцом. Они тебе родные люди. Ты с ними будешь. Может быть, даже в их болезни. Мне бы хотелось вернуться еще к теме единства и соборности, которую мы, опять же, анонсировали в прошлый раз. Вот мы все прекрасно знаем, что есть даже уставно закрепленные повеления, что священник, например, не имеет права сам для себя совершать литургии. Что литургия, само слово переводится как «общее дело». И не просто даже именно общая молитва. Потому что тогда можно сказать, ну, священник служит, хор подпевает, да, там, как бы народ-то есть, значит, уже можно совершать. Но именно общее причастие, разделение как раз этой общей чаши. Я помню, когда служил в далеком 2005 году, я помню, вот на Светлой Седмице была, опять же, такая традиция. Слава Богу, сейчас она потихоньку меняется. На Светлой Седмице не было вообще людей. Люди считали, что вот они Пасху отпраздновали, а Светлая Седмица – это уже мое время. Я могу лежать на диване перед телеком. Кульминация прошла. День напролет. Христос воскресе. Точить какую-нибудь еду, куличик заездать, чем-нибудь запивать. И ты выходил, выносил чашу. А причастников не было. А причастников не было, ты разворачивался и заносил ее. И уже тогда меня это коробило. А сейчас, получается, мы вдруг говорим, что хоть это и вынужденная мера, но так можно. Так все-таки можно или нельзя. И, ну вот, мы цитату отца Иоанна Ахлобыстина обсудили, что действительно соборная апостольская церковь предполагает, что это собрание людей, и что немыслим пустой храм и литургию при пустом храме. Да. Ну, тут есть некий выход, что вроде болтарники присутствуют, те люди, которые тоже участвуют, и могут причаститься. Но это не заменит, конечно, да. С другой стороны, мы не знаем, как долго продлится эта ситуация. И здесь, наверное, выход может быть именно, да, как причастие на дому, когда священник приедет и отслужит, там даже на запасных дарах, да, причастит ту малую церковь, которая по домам собрана, страха ради иудейского вирусного. Вот. Может быть так. И как была такая картинка в интернете, значит, дьявол говорит Богу, видишь, я благодаря пандемии всех по домам и твоей церкви опустили. И Бог ему отвечает, да, но теперь в каждом доме моя церковь. Это, конечно, такая, но красиво, поэтично. Красиво, да, но так бы хорошо, чтобы оно было, да, чтобы мы и сидя по домам ощущали свое единство, да, и могли его реализовать, чтобы священник пришел и нас причастил. И при этом чувствовали, да, непотребность в том, чтобы и вместе собраться. Может быть, вот эта тяга к общему единству, она будет в нас пророщена Богом благодаря карантину. Потому что быть без причастия человеку, который регулярно причащался, это, конечно, тяжело. Он жаждет его, и эта жажда усиливается. И он будет искать какие-то возможности причаститься. То есть время перед нами ставит такие задачи перед церковью. И я задумался вот во время карантина тоже я сидел с семьей дома в основном. Только вот когда уставные были службы, на которых я должен был присутствовать, я выходил. И я задумался, вот как священник, я почувствовал пустоту, потому что я, как я могу реализовать себя как священник сидя дома. О, это очень интересно. И вот у меня до сих пор этот вопрос до конца не решен. Потому что для меня церковь это причастие, это общая чаша. Если вдруг ее не будет, не станет, у меня прям растерянность. Никакие для меня онлайн-трансляции этого ничего не заменят. Онлайн-проповедь я тоже не понимаю, потому что для меня проповедь это тоже общее дело. Каким-то неведомым образом ты чувствуешь мысли, настроение прихожан и Господь направляет твое слово туда, где им нужно. То есть, как вот вода идет в жаждущую землю. Если нет жаждущей земли, воды тоже не даст Господь. И вот когда ты сидишь перед экраном телевизора, непонятно, есть жажда, это нет, это жажда. Поэтому я вот в такой растерянности. Выход для меня, как для священника только один в причастии на дому людей, которые жаждут причастия. И вот такая какая-то единичная помощь, единичная проповедь может быть. Но с другой стороны, причастие на дому предполагает именно такую заботу о человеке, которого ты причаешь. В этом смысле, ну ты с ним проходишь лишь какую-то часть. Ты же сам не причаешься, как священник на дому. То есть, ты приходишь для того, чтобы просто сообщить дары, принести ему радостную весть. Да, в этот момент ты испытываешь радость того, что человек вдруг на твоих глазах соединился, причастился, слился воедино со Христом. И они пока вот в этом союзе пребывают. Особенно, когда ты видишь, что человек к этому прибегает не как там последние таблетки, мол, типа на тебя махнули все врачи рукой. И вот он говорит, ну тогда, может, попробуй причаститься. Таких людей, я думаю, и вы причащали. И с такими людьми очень сложно говорить, общаться. То есть их вывести надо еще на нужный уровень понимания таинства. Но когда ты приезжаешь, конечно, к человеку понимающему и знающему, сердце ликует и радуется, когда ты видишь там со слезами на глазах принимаемое тело и кровь Христа в таинстве причастия. Да, но ты вот с ним этот путь не проходишь. Тот путь у отца Валентина Свешникова, по-моему, есть замечательная книга «Полет литургии», где он очень, она сложновато, может быть, написана где-то очень так суховато в каких-то вещах, но общая магистральная тема того, что литургия это полет и полет совместный, это путь, который люди проходят от возгласа благословенного царства до молитв перед причастием уже, когда чаша выносится. Вот, поэтому очень важный вот этот момент действительно тема того, в чем может реализоваться мое священство на удаленке, опять же, да, это очень интересная тема. У меня времени не очень много остается, не хочется задавать пространного вопроса, чтобы не обрывать вас на полусловие, но все-таки может быть еще что-то, вот мы сказали, может произойти, есть угроза, для наших телезрителей очень важно это сейчас прояснить, что такая угроза и опасность есть, и очень важно, чтобы они как денджер некий внимание вот это вот держали в своей памяти, что если вынести за скобки, что это вынужденная мера, то может войти и не выйти это состояние там брезгливости, то есть антропологическая вот мы видим опасность, мы сказали, есть экклессиологическая опасность, то есть когда мы вообще в принципе полюбим виртуальную церковь, сейчас все виртуализируется, виртуализируется дружба, виртуализируется общение, и мы можем очень легко сказать, так это ж классно, здорово, когда батюшка там на удаленке мне там через экран мой хлеб и вино. Школа виртуализируется. Да. И многие родители страдают от этого. Я в том числе. Вот, когда там через экран телевизора батюшка благословит твое домашнее вино и твой домашний хлеб и у тебя так дома окажется тело и кровь, это очень удобный момент не прикасаться ни к чему, ни к кому, и не входить ни в какое помещение. То есть, экклесиологическую мы тоже видим угрозу, угрозу церкви. Какие еще можно быть вот буквально в двух-трех минутах, если, как вам кажется, есть опасности? Самая главная опасность, конечно, она касается людей невоцерковленных, потому что у нас и так достаточно разобщенное общество. И когда вот этот страх еще там какой-то болезни добавляется, мы еще больше дистанции вот этому. Наше спасение в единстве и в общности, в взаимопомощи. Дай Бог, чтобы вот это не уходило. С другой стороны, я также хожу в продуктовый магазин, и я как-то не особо замечаю, что вот, ну да, он немножко вырос в градус дистанции, но все-таки, мне кажется, русский человек так вот, он все равно какой-то широкой души, да, как-то нам все равно кажется, что не так уж это и страшно. Все-таки это пережили там столько войн в 20 веке, и это переживем. И вот, дай Бог, чтобы вот этот оптимизм, который подкреплен в нашем случае еще и пасхальной радостью, он в нашем народе сохранялся. И чтобы, может быть, церковь, даже став менее многочисленной, была для людей, стала для людей более понятной, человечной, что не мы, ну, как бы, вот это делаем, да, не потому что, не вопреки там, предписаниям и так далее, а потому что для нас это просто вот такая реальность нашего общего братства, единства, любви. Ну, вот на этой мажорной ноте мы тогда и поставим точку на сегодняшний разговор, но я думаю, что есть еще кое-что обсудить, опять же, в контексте Пасхи 2020-го, и в следующий раз мы с вами встретимся и продолжим этот разговор. Спасибо вам. Вот. А вас, дорогие друзья, мы приглашаем в следующий вторник для продолжения этого диалога, вот, и, может быть, поразмышлять вместе с нами на тему того, как меняется человек вот в контексте такого культурного явления, как карантин и вот эта самоизоляция. Храни всех вас Господь, Ангела Хранителя, Христос Воскресе!